В Республике голосование закончилось почти час назад. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Все результаты централизованно отправляют в ЦИК Якутии. И прямо сейчас моя коллега Галина Погодаева находится в Центр-Избиркоме Республики. Галина, добрый вечер. Самый главный вопрос на данный момент это процент явки избирателей в Якутии и, возможно, некие предварительные результаты голосования в регионе. Да, Павел, о явке избирателей нам расскажет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Власов Александр Васильевич. Александр Васильевич, здравствуйте. Расскажите, насколько активны у нас якутияне были сегодня? Добрый вечер. Активность у нас, можно сказать, средняя. 42,2% жителей Якутии, которые имеют право голоса, пришли и проголосовали на 6 часов вечера. Но мы надеемся, что тенденция эта улучшится и 50-процентный барьер нам удастся преодолеть. Ну, хотелось бы выделить из всех Аннабарский и Оленевский район, где проголосовало под 80%. В нескольких районах проголосовали более 60%. Это Горный, Верхненелийский, Амгинский, Кобяйский район. Но в основном проголосовали около 50 или чуть больше 50%. Нужно сказать, что, к сожалению, горожане наши не так активно принимают участие. Низкий процент явки и в городе Якутске, в Ленске, в Алдане. Ну, особенно нужно сказать о том, что в Мирном у нас пришло более 44%, ну и 41% пришло в Неренгринском районе. Ну вот Неренгринский район, он как бы является особым. Там идут и выборы главы администрации района. И насколько активно избиратели приходили на муниципальные выборы? Ну вот я остановился на Неренгре. Нужно сказать, что в остальных районах явка, где избирается глава администрации и представительные органы, она составляет около 50%. Это неплохая тенденция. Мы надеемся, что вот к 8 часам явка будет у нас еще несколько выше и там. Александр Васильевич, а расскажите о КАИБах. Как вот так называемые электронные урны, чем они помогли и где они были установлены? КАИБы сегодня установлены у нас в городе Якутске на 42 участках. Это помогает нашим жителям быстрее проголосовать, ну и быстрее участковым комиссиям подвести итоги и посчитать количество голосов по тому или иному кандидату в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Хорошо. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо, Галина. Я напомню, что на прямой линии из Центральной избирательной комиссии Якутии с нами была моя коллега Галина Погодаева. Галина Погода